И я теперь буду говорить это каждый раз, но те немногие, разве же, у нас остались, я зря не говорил раньше. Ребятки, я не специалист, я не историк, я не исследователь, я не географ. То, что я рассказываю, это то, что я видел, я слышал, где-то нагуглил, где-то Википедию поделили, почитал. Это не абсолютная истина, это не абсолютное экспертное мнение, и часто эта инфа не самая свежая, то есть там двух, трех, четырех летней давности. Потому что что-то начали в комменты набегать люди, россияне, кстати, которые лучше узнают про суть Карабахского конфликта, как на самом деле живется в Узбекистане, и вот все, и меня это очень утомляет. Причем они все это рассказывают в очень агрессивной, токсичной форме, фу-фу-фу. В общем, я не истина в последней инстанции, я не Арестович, меня можно хаять. Если что-то где-то не так сказал. Ой, нет, просто я после вчера, только когда вчера ты заявил, полез посмотреть, что за комменты такие. По-моему, у тебя там всего один негативный коммент от азербайджанца под роликом про Карабахский конфликт, под остальными роликами комментов вообще нет. Ты это все так зачистил, или я где-то в другом месте искал, не на ютубе? У меня включена модерация комментов, то есть, чтобы коммент появился, сначала нужно его одобрить. Я просто большую часть вообще не стал занимать одобрять. Но это было, Ася, ты зачем-то оставил с ругательным комментарием. А это было до модерации. Это было до того, как я включил. В общем, я просто такой дисклеймер. Вначале говорю, чтобы не было ко мне доебок на равном месте, не люблю доебки. Они все равно будут. Но, но. Вот. Египет. Египет. И первое, что меня в Египете, значит, удивило, это то, что там, сука, холодно. То есть, я не знаю, как у вас, но у меня в голове было, что вот Египет, это жаркая страна. Страна вечного лета, там пустыни, пирамиды, пальмы, лава, все. Я туда прилетел в феврале, в середине феврале, выхожу я такой из самолета, значит, в шортах и в футболке, и понимаю, что пиздец холодно. То есть, там в феврале ночью плюс пять, плюс семь, а днем, ну, где-то плюс десять-пятнадцать было. Да, я был, я сначала прилетел в Александрию, то есть, Александрия, это север Египта, это берег Средиземного. Море, там холодная вера, но там холодно, там ночью бывают заморозки, там ночью бывают нижняя. То есть, это тот факт, который я лично про Египет не знал, вот вообще не догадывался. И потом я общался на эту тему с людьми, которые летали пакетами в шарм, и выяснилось, выяснилось, что, что, в январе, в феврале в шарме тоже не жарко. То есть, теплее, чем в Александрии, потому что шар большой, он южнее, он защищен горами от холодных ветров, но все равно люди ходят в ветоках, в куртках. А почему это особо не афишируется, как мне объясняла одна девочка, потому что не будешь ты писать в интернете, что твой выстраданный отпуск не удался. Нет, естественно, ты будешь писать, что все прошло хорошо, отлично, идеальный отпуск, отличный отель, идеальный пляж, все круто, иначе не поймут. А я, значит, летаю в Александрию, выхожу из аэропорта и узнаю второй интересный факт, кроме того, что холодно. Второй факт в том, что у них свои цифры. А я заказал Uber, а у меня в Uber номер высветился понятными мне цифрами. Я выхожу на парковку, пара-пара-пам. То есть это 7-3-5-9, например, или 5-3-7-9. Я их пятерку и семерку путаю, там что-то из этого вниз, что-то из этого вверх. Вот, так я срочно выучил египетские цифры. Очень, кстати, очень-очень советую. Очень полезно, нас так не обсчитают. То есть чеки приносят, я не знаю, как в Шарме, я в Шарме не был, там, возможно, своя атмосфера. Но вот в тех местах, где я был, чеки приносят с цифрами на местном. Если ты хочешь сверить чек и заплатить по чеку, чтобы тебя не наебали, то стоит понимать местные цифры. Вообще понимание местных цифр, оно выручает на рынках, потому что на рынках, опять же, ценники местными цифрами. И я наблюдал, в Хуркаде, я наблюдал прекрасную картину, когда подходят туристы, свежеприлетевшие, видно, белоснежные, прекрасные, а подходят к рыночку манго покупать. И спрашивают, Махмут сколько? Им охотно называют цену в три раза выше, чем то, что написано на его ценнике местными цифрами. Поэтому, если не хотите шпас в Египте, наебали на каждом шагу с деньгами, мой вам совет. Цифры у них несложные. Так, почему-то у меня перестали листаться. Секундочку. Секундочку, секундочку. Ай, ай, ай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Я что-то нажал, и оно само. О, вот. Теперь третий момент, который меня удивил, когда я уже... Сейчас я тебе донирую, сейчас я закончу мысль. Когда я приехал ночью, мы прилетели среди ночи. Утром я выхожу из отеля, и третий шок в Египте, архитектура. Вот так выглядит Александр Андрея. Вот так выглядит Каир. То, что я видел, только еще уже улицы, на ней больше машин людей. Хургана выглядит хуже. Говорю сразу, потом покажу. Да, так это... Цифры местные, а читаются почему-то все равно слева-направо, как у нас? Да. А дальше справа-налево? Не уверен. Ну вот, честно, не уверен. Арабский справа-налево? Ну, вообще арабский справа-налево считается, да. Главное. Нет, цифры, цифры слева-направо. Я не знаю, почему. Какой-то интересный вопрос. Интересный. То есть я потом, будет фоточка, я чек фоткал, и там слева-направо, да. Вот. По одежде местных вы видите, что в Египте холодная зима. Да. Ну и вообще, я вот первые пару дней погулял по Ульсу в СМТ, такой прекрасный портал где-то в наших 90-х. Ружики в кожанках, какие-то побитые жигули, там реально много жигулей. Жигули. Написано. У вас 21 вольт. Ну и 3, кажется, если не ошибаюсь. Могу ошибаться. Вот. Какие-то ганделоки. Единственное, что египетские ганделоки, это кальян. Это кальян, кальян. Вот, 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 гужевой транспорт на улицах, кстати, много. Брички с конями, там популярный транспорт, причем в основном это туристов катать, да. Но и местные, я видел себе, катаются нормально. Вот так выглядит Александрия. Шикарный городок, то есть он, он стрёмненький, да, особенно вечером, он стрёмненький и ранним утом. Ранним утом почему-то очень много прошайок. Потом они днём какого-то расползаются, а ранним утром прям сплошные прыжаки на улицах. Вот. Он грязненький, но безумно колоритный. Колорит, который прям сочится. Ты по улице идёшь и вступаешь в этот колорит. Главное потом в одиночке почистить. Мне очень понравилась трансабельная архитектура. То есть там красивые дома. И если их отмыть, то было бы вообще сказка. Там такие фасады красивейшие, резные фасады. Двивяный стад резные. Вот, так вот такое всё заметное. То есть я не знаю, там, наверное, в принципе, мыть фасады не заведено. Не заведено. Кофей. В Александрии, да и в целом в Египте, очень неплохо с кофеём. Хорошая кофейная культура. Арабский кофе, который там с пряностями, с мускатом, с кардамоном. Много кофея, дёшево стоит. А в этой кофейне нас дружно всей кофейне учили говорить по-арабски. Я выучил там пару твой куслов. Салам алейкум, банальный. Салам. Ребятки на кассе так-так-так поразились, так обрадовались, что мы знаем какие-то базисы арабского. Что-то пытались с нами конверсейшн какой-то поговорить. Поняли, что мы как-то словам алейкум. Я уже даже как... А, шукран. Шукран, это спасибо. Ещё какие-то слова я помнил, уже не помню. Ну, короче, они поняли, что мы знаем мало слов, и начали дружно нас учить арабскому. Это было очень мило. Ещё вот в Александрии интересный факт. Вот по сравнению с югом Египта, с той же Хуганой и Шармом, Александрия – это вообще рассадник либеральных демократических ценностей. То есть в Александрии я видел вполне все женщины в джинсах, в мини-юбках. То есть в Александрии вот религиозное мракобесие добралось меньше, чем в Египте. Вообще Египет... Я не помню до каких годов, но вот до этой всей арабской весны. До всей этой арабской весны Египет был вполне всего прогрессивным. То есть мне рассказывал чувак, египтянин, что его бабушка ещё застала те времена, когда в Египте было ок с правами женщин, с названием у женщин и всё такое. Но потом случилась арабская весна во всей арабской части мира почти. И с правами женщин стало намного, 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 намного хуже. Увы. Вот, алекс в этом плане, конечно, либеральненькая. Ну и, да, вот гуляешь по Александрии, адидасики везде. Палённые адидасики, палённые найки, всё. Это забавно. А вот о чём я говорил о фасадах. Ну, красивые. Красивые фасады. Но отмыть бы их. Кстати, фишка египетской архитектуры. Маленькие окна и плотные деревянные ставни, чтобы не выпускать прохладовость. Чтобы шару и пыль не выпускать. Опять же, рассказывали местные, что это не бага фича. Даже в современных домах делают маленькие окна и плотные ставни, чтобы, если пылевая буря, чтобы пыль не выпускать. Всё, ну, забейте, поставите на эти поёбанной жизни Жигулей. Вообще с автомобилями там плохо. Реально такой концентрации побитых, пошарпанных автомобилей я не видел нигде. Такое ощущение, что их там то ли в страну уже поставили в своё время. Хорошо так было. А в Египет поставляли автомобили из Союза, в том числе. Из Союза, из Германии. То ли они их там просто не чинят, не ухаживают. Типа пока ездит, ездит, хрен с ним, перестаёт ездить. Ну и нафиг. Потому что реально, ну, большинство авто такие убитые. Вот вам подвижное. Средиземного моря. Красивенько, но холодненько. Вот тут, как бы, по мне видно, насколько я рад. Жарко выйдет. Думаю, сейчас в жаркую Африку лечу. Да, ей. Хорошо, у меня джинсы с начосом были с собой. И термуха. То есть я в Египте надевал термогресс. А вот эти вот штучки, это то, что в Александрии называется общественный транспорт. Я пытался, честно, я пытался, но они без номеров. То есть максимум, что там есть, это какая-нибудь надпись на арабском облом стекле, типа Дужашкова. Или на Борщагу, на Трою. И как в этом ориентироваться, не зная арабского, никак. Вообще никак. Ну, там работает Uber. Причем работает отлично. Очень дешево, очень много водителей. Опять же, говорят, в Шарме, в Шарм-эль-Шейхе, Uber не работает. Насколько я понял, Шарм это вообще отдельный Египет. Максимально отдельный Египет, там своя-своя атмосфера. Совсем своя. А так я что в Александрии, что в Хургаде, пользовался Uber, вообще никаких проблем. Отличные автомобили, вежливые, англоговорящие водители, низкие цены. Рекомендую. Потому что в той же Хургаде, там очень много бомбил. Таксисты, которые там буквально за руку хватают, поехали со мной. Они возле отеля и пасутся возле рынков. Не стоит. При работе в Uber не стоит. Обсчитают, завезут по пути еще в какой-нибудь магазин. Кума, сват обратно. Посмотрите, какие у меня товары офигенные. Uber спасает. Четвертое или пятое открытие в Египте – это очень много вооруженных людей. У них же там… Я, кстати, прочитал недавно, что у них в прошлом году отменили военное положение. Почему это такое… Это вау-факт, потому что у них военное положение было с 1986 года. То ли в 1986, то ли в 1982 году. Они ввели военное положение на три месяца. Потому что Конституция дольше не позволяет, как и наша, кстати. А потом просто каждый три месяца рефреш, рефреш, рефреш. Обновляли, 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 обновляли. Потому что Египет воюет с Израилем. В разной степени активно, то активно, то пассивно воюет. Справа у них Израиля. Слева у них Ливия, в которой тоже идет гражданская война. Почему в кавычках, потому что, на самом деле, там воюют Тюрция и Россия. Но мы называем это гражданская войной. Гражданская война. ЧВК-вактор с одной стороны. И наемники Эрдеграна с другой. Гражданская война. Очень гражданская. И в Египте очень много вот таких вот. Это мобильный щит. Это бронежный щит с окошком под автоматом. Или под пульмотом на колесиках. Почему я сфоткал? Вообще нельзя. В Египте нельзя фоткать христианские храмы и иудейские мечети. Можно только... Иудейские мечети. А, я надеюсь, это не смотрят иудеи. Синагоги, простите. От мечети фоткать можно. Синагоги и церкви нельзя, потому что у египтян есть, стоявшись в традиции, в любой непонятной ситуации, иди грабить церковь. Иди либо церкви, либо синагоги. Что ближе. Сгребные какие-то заворушения. И они идут мочить христиан и евреев. Поэтому перед каждой церковью стоят вот ребята с автоматиками, с пулеметиками. На каждой перекрестке, крупной перекрестке, стоит БТР. Обязательно я по принятным причинам не фоткал, но стоит БТР. На БТРе съят солдатики с оружием. Причем оружие никак у нас бывает. Смотришь, у меня там рожка нет. А с рожками все нормальненько, полная боевая готовность. Я сначала дико дергал, в том привык. Да, там очень много вооруженного, много, очень много блокпостов. Очень много. Блокпостами чуть позже еще вернусь. А отрасфоткал. В Александрии есть очень красивые христианские церкви. И судя по надписи на греческом, это гребкатолики. Что написано, не знаю, греческие не разумею. В Александрии очень ощущается влияние Греции. Внезапно. Или не внезапно. Там куча греческих кафешек. Я спасался, потому что гипецкая кухня, она очень жирная, очень такая масляная, тяжелователенько. Но очень много греческой кухни подешло. Какие-нибудь сиртаки, очередные. В эти сиртаки зашел, вот там тебе греческий салатик, морепродуктики, рыбонька. Что еще? В общем, любое традиционное греческое блюдо. Это египетская деньга. Египетская деньга называется фунты, а копейки называются пианстры. Ну, прикольные всякие фараоны на деньгах. С одной стороны фараон, с другой стороны обязательно какая-нибудь большая мечеть. Вот. Типичные улицы Александрии, книжная барахунка. Вот, кстати, трагиционный стритфуд. Стритфуд это либо орехи какие-нибудь с лимонами, либо у них есть блюдо, я забыл, как называется. Ну, это рис с макаронами. То есть это рис и лапша. Вареный рис, вареный лапша, но перемешиваем там специи тоже с орешками. Ой, забыл название. Ну, в общем, есть такое. Да, то, что мы называем Египет, то, что называют англо-говорящий Египет, сами египтяне себя называют Мисру. Само название страны Мисру, не Египет, не Египет. Мисру. Нет, сначала думал, что везде Мисру, Мисру, Мисру. Что за Мисру? Потом полез в интернет, а, это Египет по-местному. Кальяны. Кальяны – это то, что в Египте везде. Я даже в Турции не видел такой концентрации кальян. В любой подворотне будет вот такая вот… Наслабленная кафешка, да? Будет вот такая вот посидельня для местных мужиков и кальяны, 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 кальяны. Когда грянул ковид, когда он карантин запретил, и кальяны – о, это было для местных мужиков боль. Это просто было такая… Самое сердечко. Кальяны, 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 кальяны. Там это дело любят, это дело умеют. Я покажу, дай боже, фотки магазина. Все для кальяна. И у меня там сердечко просто кровью обливалось, потому что… Ну, ведро-табака, ведерко такое полукилодромовое, 1-2 баксов. Кальян, вот такой большой кальян, хороший. 5-10 баксов. Если ты юзернейм-поклонник этого дела и летишь в Египет, то освобождай место. Или бери еще один рюкзак просто под кальян. И табаки. Табаки, табаки. Я такого выбора табаков по такой цене тоже. Даже в той же Турции. Почему я сравнил с Турцией? Потому что, вот где еще кальяны и в стране нет, Турция. Из тех, где я был. Ну, египтянин, наверное, кем он. Знаете, что это? Это физалис. Я, так вот, у меня у родителей эта штука словно дача. Я все детство думал, что это чисто декоративная фигня, а оказывается, ее можно жрать. Я не пробовал. Честно, не захотелось, но оказывается, физалис едят, и он в Египте тоже подьется. Да, обратите внимание на концентрацию побитых жигулей на заднем фоне. Ничего особенного. Ты ничего не потерял, честно. Физдан найти во физалисах? Да, безвкусная достаточно фигня. Такая слегка кисленькая, но в целом любой наш украинский фрукт вкуснее. Окей, поверю на слово. Да, Илья. Смотря как готовят теперь. У меня родители его консервируют еще, физалис. И вот если он такой соленый физалис, он в принципе, если его добавлять ко второму, с котлетами, с пюрешкой, он вкусный, по-моему. Он именно как гарнир, он идет очень хорошо, по-моему. Только вот именно в соленом виде. Вот ты мне сейчас что-то новое открыл про еду. Спасибо. Правда, у нас он не продается в таких количествах. Это самый-самый-самый-самый центр Александрии. Слева главный отель Александрии. Справа главный кинотеатр Александрии. Он выглядит это все, конечно, назовем это колоритом. Главный кинотеатр. У них, кстати, сваряют быстрее кино. Я смотрел, в основном местные. Я там говорил, то есть это не Болливуд. Это не настолько развитая, как в Индии. Но у них тоже есть своя индустрия кино. И она достаточно развитая. Снимают довольно много кино. И она пользуется спросом. Ничего, тема уже ушла. Хотел добавить, что я скептически отношусь к таким вещам, которые типа это вы просто не умеете его готовить. В том плане, что есть, например, такая штука, как тофу, которая сама по себе имеет вкус примерно никакой. То есть это вы неправильно готовите тофу, потому что нафига нужна еда, которая для того, чтобы она была вкусная, ее нужно добавить в нее все остальное. Вот тогда она, знаешь, это как каша из топора. Не знаю. Я бы с тобой поспорил, но я не буду сильно развагивать эту тему, потому что сейчас разговор не о том. Но, блин, мало какие продукты сами по себе в чистом виде вкусные. Ну, это им. Я люблю тофу. Когда научился его готовить, я полюбил. Я тебя понял. Окей, хорошо. До того, как я не умел его готовить, меня тофу не вставлял. Я тебя включил. Прием, прием. А, я сама замютилась. Ладно. Там был ехидный комментарий про, может, и мясо на есы. Да, да, да. Мне, как человеку, который любит, умеет готовить, слышать вещи про то, что готовка ничего не решает во вкусе А. Это вот как архитектура Одессы 18-го или какого там века, да? Вот примерно так же. Очередной ботхёрд. Понимаю. Я вот тут тебя поддерживаю, потому что человек, который тоже любит, вроде как умеет готовить, по крайней мере, все выжили. Мы вернемся к Египету. Египетские монетки меня вставили. Они такие прикольные. Есть у некоторых стран есть монетные монеты, смотри, что ничего интересного. А египетские, они прикольные. Это один фунт и пиастры, пиастры, мелочи монетки. Вот. Чек. Да, да, да. Написано справа налево, а цифры слева направо. Я не знаю, почему и как это работает. Честно, не знаю. Вот эти вот точечки, это нули. То есть это вот, это 20 фунтов, это то ли 15, то ли 17 фунтов, это 29 фунтов. Ага, путем нехитрых вычислений. Не, ладно. Не буду считать. Ну, в общем, да, надпись справа налево, цифры слева направо. Почему? Не спрашивайте. Не знаю. Вот. Когда я говорил о красивых, но ужасно запущенных фасадах, я имел в виду вот это вот. Красиво. Красиво. Тресьба, это вот вся. Клоритника, ставни. Вот это вот все. Ну, помылся бы ты ежик, как говорится. Так, 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 так. Вы знали, что Египет это всеафриканская житница? Я вот не знал, но я видел на улице очень много лепешек, очень много бубликов, они там любят бублики. Они любят бублики, я люблю бублики, но там совпали, эти сушки мелкие. Кто же полез в интернет, оказывается, что Египет в масштабах Африки выращивает дофига зерна, дофига пшеницы и даже ее экспортируют. Я не знал этого факта. Да, или я там первый поднимал руку. Ага. При этом все равно обещают, что он закупает у Украины продовольствие и обещают в этом году там им чуть ли не голод, если Украина прекратит поставлять, то есть если прекратится экспорт, то им там чуть ли не голод обещают. Вообще все в Северной Африке, но Египте тоже. На эту тему у Фила есть хорошая гифка. Очень хорошая. На тему голода в Африке на фоне наших проблем. Возможно. Возможно просто они экспортируют зерно по ценам выше, чем закупают у нас и на этом получают профит. У нас на Донбассе такое, кстати, с рублем работало. Тише проще было экспортировать уголь, который добывался и закупать в Африке. Дорюсь. Мужику явно очень жарко на фото. Я опять сама заметилась. Короче, ты в Форона не играл. Не, не играл, а что это? Все понятно. Это игра, после которой ты навсегда запомнишь, что Египет это главная житница в регионе. Ага. Но она, по-моему, 99-го года выпуска. Ага. Так что был шанс, чтобы разминулись. Да. Слушай, прикольно. Я вообще ни сном, ни духом. У меня Египет была такая стереотипная Африка. Пустыня, ну там Нил. А то, что там вращивают пшеницы. Там, блин, три урожая снимали еще до изобретения колеса, наверное. А может, его там и изобрели. Прикольно. Вот для меня это стало открытием. Опять же, увидел на улицах много хлебушка продается. Окей. Пойду-ка, погуглю-ка. Да, включил. Когда я говорил про стремные переулки Александрии, я имел в виду вот такие. Смотри, смотри, какой колорит. Колорит прям. Ух! И сама видно, что там в клубине во дворе портальчик, который нужно хакнуть по миссии. Да, микрофончик, я включил, если что. Да, я говорила, что... Сейчас, блин, мысли потеряла. Я говорила, что я сомневаюсь, что Украина экспортирует в Египет исключительно зерно. Можно подумать, что Украина только зерно выращивает. Не-не-не, больше всего поэкспортирует в Египет сливочное масло. Сливочное масло. И наше масло, что то, что то там очень ценится, прям в супермаркетах оно лежит на полочках элитно. Там французские сыры, какие-нибудь, я не знаю, испанские вина и украинское масло. Это рядышком лежит. На нем то и делают эти лепешки. Там, конечно, масло дохуя, как казахматеть, но масло такого. Вот, вот, вот. Вот эту церковь я сфоткал с фасада, ко мне тут же подошел вежливый товарищ с автоматом, сказал, мистер, дели это фото, пожалуйста. Вежливо, так, поигрывая автоматом. Окей, 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 мужик, хорошо, вот, уделяю все. Но потом отошел за угол в безвластное расстояние. Пофаскал. Ну, мне очень нравится эта композиция. То есть у нас тут сидит Рамзес, какой-нибудь второй, первый, десятый, а над ним стоит какой-то президент уже современного демократического Египта. Единение пух. Кофей. Или я вижу чуть-чуть позже, сейчас закончу, после кофе, кофе, уличный кофе. Уличный кофе стоит, там что-то ван доллар, его при тебе делают со специями, что пожелаешь, хочешь мускат, хочешь корицу, хочешь кардамон, хочешь сахар, молоко, вербьюжья. Кофе в Египте, ну в Турции круче, в Турции вообще лучше кофе, хотя в Албании еще крутой. Вот, картинка, привет 90-е, то есть мы вырезаем мужика слева, фотошопим, смотрим на мужиков на переднем фоне, на убитое авто, на разбитую дорогу, на чистые щекообуви и переносимся выстремленно где-нибудь. Если сферу начало 90-х, насколько я себе это представляю, или, простите, на базе десятых. Я не мог этого не сказать. Да. И я? Нет, у меня просто было, я могу не включать, у меня было маленькое замечание, что судя по двум кружечкам, двугрокам на груди этого фараона, это, возможно, Клеопатра, а не Рамзес все-таки. Ой, действительно. Это Александрия, как кто-то может быть из фараонов, блин. Это может быть, знаешь кто? Это может быть, это, скажи, вот эта, которая жгла еще все. Хаджипсут какая-нибудь? Блин, не помню, как звали нубийскую царицу, сейчас, я до меня скажу. Да нет, я тоже прохожусь. В общем, была там какая-то царица, которая была родом из Нубии, то есть, если уж не едет, была такая темнокожая, и она там устроила Майдан, переворот, восстание рабов, восстание против кого? Кажется, то ли римен, то ли греков, греков. Блин, сейчас, сейчас полезу в гугл. Там была Зенобия, вот, вот, восстание Зенобии, вспомнил, была там королева Зенобия, которая, она как Спартак, только в Египте. Я читал, она там зажигала, сожгла пола Александрии к чертям просто. Назовешь, не сторонник каких-то стояло. Кальяны. Кальяны, 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 кальяны. Я хотел там купить себе кальян, но подумал, куда этот кальян, куда еще. Так, места в Чудаге ни хрена нет. Поэтому не купил там кальян. Эх. Александрия единственное пока что место в мире, где я увидел Зенобии более убитые, чем в Харькове. Кто был в Харькове, шутку поймёт. Справа трамвайчик. В Харькове есть, то есть был легендарный 26-й трамвай, который в 60-х какого-то года выпуска. И мне кажется, эти трамвайчики ямальчики коты. Котов бродячих много, но это не как турецкие, которые там вычесанные, выглаженные, сытые. Нет, турецкие, как турецкие, египетские коты, они вообще дикие. Все как-то вижу котик на улице, сделаю ему крыс-крыс, и, наверное, из кустов выбежало еще с десяток. Котика такой выбежал, худющие, мордлые, злые, рассмотрели, что, ну что, есть что. Больше я в Египте к скотикам не делал. Возвращаясь к красивым, но ужасно грязным фасадам. Вот эти балкончики эти, они такие крутые. А жалюзи такое ощущение, что еще фараонов видели, что они еще из бабуковой сделаны, знаете, из тростника вечного. Мечети. Египетские мечети мне по архитектуре очень зашли, они отличаются от турецких, от номеранских, от атаманских, они более резные, что ли. Очень тонкая резьба по миноретам. Ну и в целом, я люблю исламскую архитектуру. Набережная, снова набережная, видно, как там жарко, очень жарко. Александрийская библиотека. Есть такая, была такая легендарная Александрийская библиотека, которая, одни историки говорят, была, другие историки говорят, ни хрена, ее придумали, но потом ее спалили, и вроде бы как на топ-самом месте, где была та самая библиотека Александрийская, построили новую. И она крутая. Я думал, идти не идти, потому что вход для неместных стоит денег, и денег таких немаленьких, но решил пойти, это флаг Египта, если что, решил пойти и не пожалел. Александрийская библиотека современная, она крутая. Это большой, 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 большой комплекс. Там книга-хранилища, папируса, к сожалению, это было уже начало ковиде, и не все отделения были открыты. В папируса хранилище я не попал. Вот это так она выглядит снаружи, с главного входа. Это проект каких-то европейских ребят известных, проект какой-то номинированной на кучу наград, и мне верно, что получилось. Это внутри. Внутри читальный зал, причем много людей, я понимаю, почему. Возможно, это единственное место в Египте, где хороший интернет. С интернетом в Египте плохо. Вот плохо, 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 очень плохо. И даже те, кто отдыхал пакетным в Египте в отелях тоже говорили, что с интернетом даже в хороших отелях с интернетом плохо. Чтобы замок сеть фото в Инстаграм, ты спускаешься на ресепшн и вот там ловишь под потолком возле роутера ловишь этот чертов вай-фай. Я вот где бы ни был в Египте с интернетом, что с мобильным интернетом, что с вай-фаем, там очень, очень, очень плохо. Мобильный при этом еще и дорогущий и снимает с тебя кучу неочевидных платежей и вообще по интернету худшая страна из всех где был. С тебя был в странах, где плохо с вай-фаем, там даже Шри-Ланк или даже Мьянма, но при этом хороший, мобильный, хорошее обокрытие, дешевый очень, а вот чтобы было говно и с теми, с теми, Египет пока что единственная страна и надеюсь, надеюсь, единственная и останется. Ну вот Александрийская библиотека. Там как-то купол спроектирован, чтобы в любое время суток попадало максимально солнечного света. Там еще с одной стороны солнечные батарейки на этом куполе. Книга-хранилище, естественно, ничего и не читал, фоточки для инсты, книга-хранилище ведь сверху. Я не знаю вообще, кому нужны эти книги-хранилище бумажных книг, если все оцифровано есть в интернетах, хотя, возможно, я ошибаюсь и не все. Где-то в одном из залов можно мумию повердеть. Там 3D-моделька, ты на экранчике вертишь, можно по слоям ее распеленать эту мумию, мумию саму, саркофаг, там инфанна. А в английском дубрируют круто, опознавательно, мне понравилось. Сейчас, секундочку. Я снова сфаген, да, я вижу. Ага. Немножко троу-бэк к одной из прошлых тем. Я, как всегда, не могу не поработать сходящей Википедией. Ты когда сказал, что поскольку церковь христианская, это, скорее всего, греко-католическая, потому что близко Греция. И мне стало интересно, насколько хорошо я помню эту тему. Да, действительно, я ее помню хорошо. Заключается прикол в том, что в Греции греко-католическая церковь практически не распространена. Греция православная, сурово православная, считается, ну, скажем так, главные православные патриархи заседают именно в Греции. Вот. Греко-католическая церковь распространена в основном в Восточной Европе, и то очень не везде. Понял. Понял, принял. А я, слушай, я, да, что-то потупил, потому что в Грецию я собирался, блин, этим летом. Чертого русняга. Да, и я же угодил, что Меорры, знаменитый этот храмный комплекс православный. Спасибо, что поправляешь. На самом деле это очень полезно, очень познавательно. Что я могу затупливать. Возвращаемся к улице в Александрии. Я много фоткуляю, просто потому что идешь по каким-то гребеням, по кому-то чертову переулку, по подворотнику, ты идешь, и тут они просто стоят. Новенькие, еще не распакованные, красивенькие. Ой, как-то мы начнем терять людей. Что, в Киеве интернет упал? Да. У меня вроде есть в Киеве. Не знаю, ладно. Ладно. Ладно, все равно я уже трендю, все равно это все записывается, поэтому... А про Египет я люблю трендить, потому что Египет мне порвал все шаблоны и стереотипы к чертям. Египет, кстати, за последние пять лет. Египет – страна, в которой я провел больше всего времени безвылазно. Семь месяцев. Но через месяц этот рекорд побьется. Грустно, конечно. Ну, да ладно. Барахолки. Еще одна фишка Александрии. Привет, наши девяносты. Барахолки. Со спортивными костюмчиками. Все. Вот все то, что вы видели у нас в начале средних девяностых, все это вы можете встретить на улицах Александрии. Вот там какой-то мега красивый, крутой христианский храм. Я к нему сейчас из этого не полез. Не захотел. Просто чуть-чуть. Парабашова проталкиваться. И нет. Фасады. 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 Мамам. А это я поперся в трущобы. Там я ж подгурил. Чего вообще интересно посмотреть. Библиотека посмотрел. Набережные посмотрел. Александрийский маяк. Позже будет. О, к этому колонна. Колонна императора Помпелиана или Помпея. Крочко-то римского императора. Там колонна пятого века торчит. Она торчит в трущобах. То есть это самый бедный район. Там Египета. И мы-то пошли пешком. Не потому, что денег на такси не было. Просто посмотрели. И тут там что-то полтора комитета отеля. Почему бы не прогуляться? Это был познавательный опыт. Это был интересный район. То есть это райончик. Он один из самых старых. Если не самый старый. Это старый город. Сказать, что дома там в плохом состоянии. Это не сказать ничего. Они в ужасном. Они в отвратительном состоянии. Но в этом живут люди. И этот райончик, если вот туда вот. Вот в перевозочке вглубь. Я там не ходил. Я там ездил. Я потом когда ездил в вокзал за полетом в Фургаду. Меня таксист на мотоцикле возил по вот этим вот райончикам. Так получилось. Ох, там трэш просто. Там живут мусорщики. То есть ребята, которые собирают мусор. Выбирают из него все ценные. Сортируют, сдают. Из этого получают копеечку. Собирают они его под домами. То есть улицы взрывали на мусорах. Часто это пищевые отходы. На них там пасутся. Козы играют дети. Вонь до неба стоит. Знаменитая трущоба в Мумбаи. По сравнению с этим. Херня. Потому что трущобы в Мумбаи, они не туристические. На самом деле. Если совсем там вглубь не забуриваться. Они туристические, а там в норму. А вот это вот не туристические трущобы. То есть я себя там чувствовал некомфортно. Я себя мало не чувствую некомфортно. Я такая скотина, которая везде ок. Но вот там я себя чувствовал некомфортно. В основном, кстати, не за себя. Потому что я шел с голбоглазой блондинкой. Голубоглазые блондинки в тех краях пользуются повышенным вниманием. Но дошли мы к этой колонне. Сколько, сколько, сколько? 20 баксов. Узнали, что проход туда, к этой колонне, 20 баксов. Сфоткал я ее через забор, сфоткал. Сказал, да ну нахер, развернулся, вызвал Uber и поехал обратно в центр. Потому что, ну, колонна. Окей. Колонна пятого века. Там напротив, блин, дома. Такое ощущение, что пятого века дома, а шееры. А тут кого? Я решил, что 20 баксов это не стоит. Просто колонны просто поехали с чувством глубочайшего разочарования в жизни и поехали на набережную пить кофе. Кстати, везде нас принимали, фрам принимали за шведку, откуда-то оттуда из Северной Европы, что неудивительно. Меня почему-то за француза или за итальянца, ну, то есть, я так понимаю, меня принимали за жителя вот той Европы, которая под Маврами была. Потому что я, например, еще был хорошо так смолный, загоревший, и внешность у меня, в арабских странах, меня принимают плюс-минус до своего. Это огромный профит. В тех краях это огромнейший профит. Бублики. Я эти бублики брал по три брикета в день, да с чаечком, да с сахарочком, да бараночки. Эх, люблю такое. Вкусно, кстати. Ночное у них очень вкусное. Мне понравилось. Качественное, хорошее. Бука, переносное. Самая старая кофейня в Александрии. Самая труевая. Мне понравилось. Пляж. В Александрии есть пляжи для купания. Там есть вот в восточной части города есть курортная зона. Там отели, там пляжи. Туда даже прилетают те, кто не летит в Шарм, Хургаду или Марсаля. Есть такие люди, да. Но хочет покупаться в морюшке, правда не в Красном, а в Средиземном. Те прилетают на курорт Александрии. В Александрии есть курорты. Но это там, это правая часть города, а левая часть города, вот это рыбаки, 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 рыбаки. То есть Средиземное море, оно богато на дары моря, пардон с тавтологией, дары моря, вот тут поваляются развалы этих даров моря, бери не хочу, ракушки все, они в Египте стоят копейки, навалены горами, главное надо торговаться. Кораллы, морские звезды, морские ежи, ракушки, если хочется привезти парапан и поставить в трумо рядом с советским сервизом, то, мне кажется, у большинства, у поколения нашей бабы, бабушки, дедушки обязательно в шкафу, в трумо стоял сервиз. Панарин на свадьбу и арабан из Крыма. Я в одной их квартирах видел, большой арабан из Крыма стоял. Через него можно было еще морюшку послушать. Это Александрийский форт, и в чем прикол, что вроде бы как, но по легенде, он построен из тех же кирпичей, что и Александрийский маяк. То есть было такое одно из семи чудес лета. Александрийский маяк, он стоял вот здесь, вот здесь на этом мысу, потом стоял. Случилось в мельнезрение, он там развалился к чертям, местные решили чу кирпичам зря пропадать, и из этих кирпичей построили, собственно, этот форт. Но это не исторический факт, это легенда, поэтому хз. Может быть да, может быть нет. Каты. Я в этот форт не пошел. Я обошел вокруг, посидел на набережной, посмотрел. Я зашел в этот форт, там фоткать было нельзя. Ну, форт. Небольшое, небольшое кирпичное строение оборонительного храка. Рыбаки, 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 рыбаки. Форт Винсту. Это знаменитая мечеть имени кого-то там, не помню кого, там комплекс сверхмечетей. В чем прикол? Это одна из лицензированных мечетей на хаджа. То есть есть такая штука, хадж. Каждый верующий мусульманин должен в свою жизнь совершить хадж. То есть сходить в Мед. То есть в Саудовскую Аравию. Сходить в Саудовскую Аравию, пройти там, намотать несколько кругов вокруг Каббы. Это такой огромный черный кубик. Мусульмане верят, что в небесное происхождение. И тру мусульманин должен сходить в хадж пешком. Ты можешь, конечно, поехать автобусом, можешь на самолете. Я во многих мусульманских странах видел горящие хадж-туры. Можно. Но чтобы быть максимально тру, максимально правоверным, ты должен в это дело сходить пешком. И на этом пути в Мекку есть свертифицированные мечети, в которых ты можешь получить кровь, получить еду. И, возможно, там тебе ставят какой-нибудь штампик, паспорт, педерима. Не знаю. Или только на камина до Сантьяго такое поворачивается хз. Но это вот лифтензированная мечеть для хаджа. Да. Ну, насчет получить еду, я все-таки скажу, что вроде во всех мечетях время от времени раздают еду. То есть у мусульман даже есть специальный же налог на, грубо говоря, сбор гуманитарки, закят. То есть они должны платить. И с этих денег раздают как раз еду нуждающимся. То есть еду можно получить в любой мечети. Не обязательно в такой. Возможно. Невозможно. Кстати, за счет закята, да. Как я читал про закят? Это, по сути, это мусульманские налоги с Этина. По факту. Ну, Этина шла на церковь больше. А закят это именно что на гуманитарку, нынешним языком, если говорить. Ну, если напомнишь бедным. Просто закят, насколько я помню, это один из столпов ислама. Это такое распределение. То есть богатая часть своих благ, своих денег, чтобы кормить за это бедных. Если я ничего не путаю. Вообще, я еще раз скажу это. Я часто говорю, но я скажу это еще раз. Ислам довольно грамотная система. Философская, нравственная. То есть, да, там есть свои нюансы. В основном с правами женщин. Но, кормон, ребятки, это писалось в 7 веке нашей эры. Тогда про права женщин в мире вообще как-то не особо думали и не особо слышали. А в целом, и в общем, ислам в качестве философской системы, в качестве какой-то системы морально-нравственных ориентиров, хорошая штука. Несенкино хорошая. Пророк и про гигиену много расписывал. Про то, что важно зубы чистить, бороду мыть, подмываться и ногти обрезать. Это 7 век нашей эры. То есть, в Европе, цивилизованной Европе в это время с хиеной было. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А прекрасные ребятки-мусливане в это время уже в своих священных текстах писали, что нужно мыться, бриться и долгистичь. Я считаю, это хорошее начинание. Вот эти мечети. Мечети, мечети. А за мечетями барашки. И там же этих барашков выгуливают, там же этих барашков режут. Вообще, когда наступает Курбан-Байрам, большой мусульманский праздник, в бурысах Египта льется кровь. Айри-кой. То есть, там до сих пор распространены жертвоприношения. В туристических местах это запретили. В Шарме и в Кургаде сказали, нехай нежных туристов пугать вот этими машинами. Перевязать не бегло так бараном. А в нету местах это вполне себе практикуется по сей день. Ритуальное жертвоприношение на Курбан-Байрам. То есть, перед Курбан-Байрам открываются везде рынки. Фермеры продают барашков. На Курбан-Байрам, прямо во дворах, прямо на улицах этих барашков весело режут. И, кстати, там тоже какая-то часть мяса идет семья, а какая-то часть мяса идет нуждающимся. Вообще, в Исламе очень много прописано на то, что более благодолучные свои населения должны заботиться о менее благодолучных. Лепешечки. Там в Египте хлеб всему голова и там много видов лепешек. Алоэ, одна из штук, которая продается многое часто на улицах, это алоэ. Алоэ в чистом виде и алоэ сачок свежего-цеженый. Лавки сувениров так напоржать. Потому что такая хохлама, хохлама, балийская сумочка, потому что это балийская сумочка с окон пра. В общем, максимальная хохлама. Александрия, город Пробок. Каир тоже. А это уже Хургана. И тут самое время рассылать про такую хрёвую штуку нет. Как благпосты. Благпосты на дорогах. Они везде. И тебя, белого туриста, если ты внезапно едешь не туром, а гражданским автобусом для местных, то тебя будут шмонать, дорогой. Потому что фига ли ты такой, посмотри, что ты вообще не туром по Египту передвигаешься. Что вообще за дела? И нас так шмонали, капец, нас сняли с автобуса, завели там будочку, смотрели все фотки на смартфоне, причем это было прикольно. Там было два полицейских злой и добрый. Злой, очень недобро зыркал, листал фотки на смартфоне и что-то на арабском. Говорил доброму, добрый улыбался, все в порядке, стандартная процедура, это для вашей безопасности, не переживайте, ля-ля-ля. Если бы у меня до этого не было богатого, богатого экспириенса общения с нашими правоохранительными органами, я, возможно, даже настремался, но так как в Хайкре меня принимали ни разу, ни давай, я не дарил, нормально. Это уже Хургада. Это уже Хургада. Хургада один из курортных городов. В Египте есть Шар-маль-Шейх, главный курорт, который по факту даже не совсем не в Египте. На Синайском полуострове есть Хургада и Марс. Марс-эль-Алян. Вот, Хургада. Мы приехали в Хургаду, потому что в крае жилье дешевое морюшко. Насчет морюшка получилось обидно, чуть позже расскажу, но что меня приятно удивило. Мы приехали в Хургаду, городок ни о чем, я пошел в супермаркет. Супермаркет французский, сети Carrefour. По-моему, так произносится. Carrefour. Что в переводе с французского перевез так внезапно. Да. Включил. Прием, прием. Микрофончик я включил. Эх, ладно. Микрофончик я не выключаю пока что, но продолжим. Вот, я присажу в Carrefour и вижу там все, чего душенька моя гурманская желает. Оливки, баслины, кучу разных видов. Соленые, перченые, с лучком, с чесночком, фаршированные. Все это стоит совершенно сущие копейки. Сейчас я даже, ранее интересно, конвертну, конвертну ежеские фунтов. То есть вот кило оливок стоит 140 гривен. 140 гривен, ребятки, за кило оливок. Ну, если я не ошибаюсь, я могу, конечно, ошибаться, но у нас оливки и маслины стоят, ну, хорошо, так дороже. И я ходил по Carrefour, во-первых, для блога, для канала, ну, и для себя, просто, ну, пофоткал еду. Специи, специи, пряности, мешками, мешками. Я в следующий раз там буду, просто куплю вот по ведру этих специй. Специями там очень-очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Специи, пряности, я для себя открыл такую крутую штуку, как сумак или сумах, ну, красненькая. Анис, зира, кардамон, ну, короче, куча, куча-куча-куча всего. Специи, но там проблем нет. Вот, изюм, красный, белый, черный, зеленый, в общем, с продуктами, вот, вот, о чем мы говорим, ловительный продукт египетский. Укранин, укранин, бакер. Вот. Короче, это мои впечатления от первых пары дней, значит, в Хургаде, потому что я себе в Хургаде представлял как курорт здорового человека, то есть, как какой-нибудь там тайский, индонезийский, или какой-нибудь курорт стран Азии, где я был, то есть, что красиво, чисто и море. Оказалось, оказалось, что Хургада, город, который процентов на 60 состоит из, а то и 70, из запрошек и недостроек, потому что там внутри был туристический бум, попер турист, начали много чувствовать, потом туристический бум закончился, турист перестал переть, перестали строить запрошки. К морю ты не можешь подойти, если ты не живешь в отеле, то есть, море только для тех, кто в отеле, а я там просто квартиру снимал, я море с балкона видел, подойти к нему, то есть, можно было там через забор перелезть пару мест, да, но организованные пляжи нет. Либо ты живешь в отеле, либо ты покупаешь апонемент на вход, на отельный пляж, так как-то недешево. И в целом я от Хургада такой, что за говно, что за говно, холодно, к морю нельзя, и фу-фу-фу, и тут ковид, и тут ковид, и я там остаюсь на полгода. Да, это, наверное, было лучше, чем карантин в Европах, потому что в Египте по факту карантина не было. Можно поездом выходить и гулять, кафешки закрывали на два месяца всего, а так ничего особо не менялось, но это были не самые веселые шесть месяцев моей жизни, скажу я вам. Это я снова магазинчик фоткал, магазинчик с сыром все отлично. Причем египетская фишка, это мягкие сыры, тут на фотке не видно, потом был мягкий сыр, очень дешево, очень клево. Вот ты вышел там на 10 баксов, грубо говоря, купил себе фруктиков, сладостей, спецфруктами, все великолепно. При том, что от тех, кто отдыхал там в отелях, пакетным туром, я слышал, что в отелях как раз, зависит от отеля, но во многих отелях с фруктами не очень. Там какие-нибудь яблочки, дымки, груши. А так в Египте очень много чего растет. И так я там был шесть месяцев, я попал на три сезона фруктов. Там каждые два-три месяца меняются сезонные фрукты, то есть в начале сны у нас сезон зубники, и потом еще осенью два урожая зубники. Потом там сезон манго, сезон груш, сезон арбузов. С такого многообразия фруктов, как в Египте, я мало где видел. Это тоже для меня стало таким себе открытием, но это опять же, это если ты именно там живешь. Апельсины какие-то максимально копеечные, я покупал, каждый раз ходил, выходил там в Ларев, фруктовый поддон, познакомился уже с продавцом Мохаммедом. В Египте, кажется, где эти Мохаммеды. И покупал по цене для местных, покупал пару килл апельсинов и тупо из них делал фреш. Ну вот, мы снимали квартирку. Квартирка нам обходилась 10-11 тысяч гривен в месяц. То есть, недешево, но это хорошая квартира, новенькая, с новенькой мебелью, с ванной. Горячая вода, бойлер сидела, уборка, бассейн включен туда же в стоимости. В целом, ну это было дороже, чем я снимал в Тае, во Вьетнаме или на Баре. Но в целом, за такие условия, да. Так, а в Александрии сколько стоило? В Александрии я в отеле. А, так, ну тогда следующий вопрос. А в принципе, за пределами Хургады, белому чуть не сказал, в смысле, не египтянину, квартиру сдадут, можно приехать, то есть, заселиться? Или там тоже куча документов, куча разрешений, как с блокпостами, только с жильем? Документы, смотри, квартиру сдадут, квартиры по Airbnb, то есть, я, как и везде, я полез на Airbnb и там снимал. Квартиру сдадут. Единственное что, если ты по каким причинам захочешь там остаться больше, чем на месяц, а виз дается на месяц, то тебе нужно продлевать визу, и тут тебе должен документ на жилье. Документ на жилье оформляется вот так, подмениваешь хозяину жилья, говоришь, мне нужен документ на жилье, чтобы продлить визу. Документ аренды. И тут тебе как из воздуха материализуется документ аренды, утвержденный нотариусом. А у хозяина материализуется какая-то сумма в кармане, как я понимаю, да? Но все равно это не за бесплатно делает. Конечно. Из-за бесплатно в Египте не делается ничего. Из всех стран, где я был, вот я не люблю хаять какие-то страны, не люблю хаять какие-то народы, но египтяне самые большие торгаши и самые большие наебщики. Из моего личного опыта взаимодействия с разными народами, вот так как в Египте меня не пытались прокинуть нигде. То есть, да, торговаться, называть завышенную цену принято во многих странах Востока, Средняя Азия, Турция, но в том же Узбекистане, в Турции, я не знаю, в Казахстане. Эта часть культуры, это как бы взаимоприятный процесс, это все по фану весело. В Египте тебя именно стараются наебать откровенно, в наглую, максимально в наглую, тебя стараются прокинуть. То есть, да, если ты как-то там скрифишься с местными, то это дает тебе огромнейший профиль. Вот вообще друг из местных, это огромный профиль, тебя будут, тебя не перестанут пытаться прокинуть, тебя будут пытаться прокинуть меньше. Из всех стран, где я был, Египет на эту тему произвел самое негативное впечатление, вот именно, что тебя каждый пытается где-то нагреть. У них, я говорил, у них там, он говорил с местными, у них там чудовищная коррупция. Абсолютно чудовищная коррупция, чудовищная бюрократия, все решается за взятки, все решается за бахшиш. Ну, в целом, да, не очень. Вот вид с балкона, то есть, я из балкона вижу Красное море, вот оно, Красное море. Но, вообще, насколько я углил, в Египте вся береговая линия сплошняком застроена отельами. То есть, если у тебя есть машина, ты можешь куда-то выбраться в пустынь-загород и там найти кусочек побережья, где нет отеля, можно купаться. Но отели, и вот я потом, потом, когда закончился локдаун, я, чтобы хоть как-то в кафе посидеть, на море, это все на территории отелей. Я ходил на территорию отелей, и, ребята, такого контраста бешеного между страной, которая вот не туристическая, и страной, которая для туристов, я не видел нигде. Потом будут фотографии отельных в зоне Египта, и это бешенейший контраст. Просто невероятный контраст. Что вот Хуркадо выглядит вот так, в целом. То есть, большинство домов, они недостроенные. Чаще всего, недостроенные первые этажи. С первых этажей там традиционно во всех домах, тут магазины, кафе, кальянные. Но пункт туризма в Египте прошел. И прошел уже лет 15 назад. И с тех пор они там все ждут. Многие разговаривали, многие надеются, ждут второго происшествия, второй волны пика туризма. Но нет. И, честно, я не очень понимаю приколы пакетного туризма в Египте. Не знаю, у меня свои сборочки не то дело. Я присутствовал при пакетных туристах. И я смотрел там у Инститии, асторий, и у меня сложилось впечатление, что в Египет в отеле, пакетный отель, вели те, у которых острая ностальгия по атмосфере 90-х. Вот тут белые розы на дискотеках, кузанчики с золотыми цепями, со спальцовкой, по понятиям. Это атмосфера курортов Египта, пакетных. И да, есть довольно большое количество людей, мне это дико, да, есть довольно большое количество людей, которых это претно. И которые летят в Египет, насколько я понял, именно за вот этой неповторимой атмосферой курорт, крымских курортов 90-х. Она там есть. Косплей хороший, косплей отличный. Если вам нужно именно это от отдыха, то вот. И вторая категория людей, которые летят в пакеты в Египет, это люди, которым нужен максимально чуренистый отдых. То есть, чтобы тебя из самолета забрали, в отель поселили, на лежак положили, коктейль в руку дали и все. И чтобы тебя везде возили, носили, детей твоих аниматор развлекал, чтобы ты вообще ничего не делал. То есть, ты покупаешь пакетный тур и все. Ты ничего не решаешь. Тебя везде возят, водят, развлекают. Есть люди, которые действительно прет такой кипотный, хочу с ним мойки. Но вот. Это во дворе был бассейн. Купаться в нем можно было только с июня. Не потому, что грязно, холодно. Холодно. Египет холодная страна. Вот сначала на юге с конца мая в бассейне, потом начало пробиваться, потому что было в бассейне. Хургана. Хургана, курортный город Хургана. 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 Две прогулки по Хургане наливали на Кузовскую. Да, внезапный факт. Оказывается, у Египта очень тесные экономические, политические отношения с Германией. У них там куча договоров каких-то, там по обмену студентами, по торговле, ля-ля-ля. Поэтому много на немецком. Я бы там не знал, вижу кучу всего на немецком, полез гуглить, а мне говорят, так египетско-германские отношения не первый год существуют. Классика. Классика, классика, классика. Начертание кириллицы с экскурсии. Да, если будете в тех краях и будете брать какой-то тур, я крайне не советую брать русские, русскоговорящие. Потому что иностранца намахивают в два раза, а русскоговорящего в три. Вот почему-то во всех странах, в которых я был, в Таиланде, во Вьетнаме, в Лаосе, русские максимально своих нагревают. Русскоязычные, русскоговорящие. Если ты смотришь тур с английским гидом на английском сайте и смотришь тур на русском, разница в ценнике, в Таиланде, я помню, разница в ценнике будет в два раза. В Египте в три. Поэтому, ребят, если вы не платеете языком английским, все равно берите англоязычные туры с англоязычными гидами, это будет и сервис лучше проверенным. Потому что тоже русскоязычное и такое хамовато-панибратское отношение. В общем, фу-фу-фу. В общем, фу-фу-фу не стоит. Не стоит. Да, это мой расизм. Клятые мускали. Что жизнь не испортила. Или, по крайней мере, эту весну или это. А мы вернемся к Египту. Кафешки. Кафешки-хургады. Хургадинские кафешки. Арафатки. Сейчас пара этих арафаток воюет в Схидном Кордоне. Ну, то есть не арафатки воюют, а люди, которые я покупал, в этих арафатках моча по скале. Мелочь. Это приятно. Я специально покупал лжов тут облаквит на арафатке. Ребятка. И они сейчас в этих арафатках где-то там уничтожают на 200 очередную снюю. Мне это греет моя бандеровская ферденька. Я не перегибаюсь на туризм? Знаешь, русофобия совершенно достать. Так вот. То, что вы видите на этом фото, это песчаная буря. К сожалению, нормально смотреть песчаную бурю не получилось, но весной одна из проблем климата в Египте весной там часто апрель. Зачем ломаю песчаные буря. То есть часто история звонит хозяйка на меня, закройте там балкончик. Песчаная буря приближается. Закрываюсь балкон, думаю, буря проходит. Жур, буря такая. У меня на балконе стояли стулья и столик железные. Я думал, они уехали. Просто улетят за горизонт в море. Буря проходит, ты выходишь на балкончик, подметаешь в пустыне Аракиса вытрушиваешь с балкончика и живешь себе дальше. Возвращаясь к теме автомобилей, целых авто, по-моему, там нет. А если есть, то их какой-то исчезающий маленький процент. Вот территория отеля справа, территория не отеля слева. Это набережная, по которой я шесть месяцев гулял туда-сюда, потому что гулять было больше денег. Вот то, о чем я говорил, начали строить отели, проект. Должен был быть крутой хотел, но баблишка закончилась, триста закончились, поэтому ой, 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 ой. И сматиться уже не выйдешь, понимаешь? Все. Телефон поломан, выхода нет. Сладости. Перейдем к плюсам Египта. Сладости. Офигенные сладости, большой выбор, очень бешево на каждом углу. Они, правда, большинство своем, они очень-очень сладкие, они там прям облитые, политые медом, пропитанные медом, жареные на виду, в виду и все такое. С медом, кстати, в Египте хорошо там пчел разговаривают. Сладости это то, что спасало. Карантин, локдаун, гребанная пустыня, на море нельзя, все, ты идешь в Эль-Захру, покупаешь пару килом сладостей и радуешься жизни. Сейчас я, чтобы вам было сейчас снова подфотки из магазина, я для понимания цен на гуглю сколько вообще фунт. Ага, один фунт это полторы гривны. Примерно, один пятьдесят восемь. Для понимания ценников множьте все это на полторы. То есть килограмм апельсинчиков стоит шесть гривен. Шесть гривен, ребята. Шесть гривен. Килограмм апельсина. Шесть гривен. Вы понимаете, почему я без тоноды фрэш пил, да? Там еще будет потом. Я вам потом форт на манго покажу, поплачу чуть-чуть. Я тоже поплачу. Улица Хургада. Ты пошел в супермаркет, скупил вкуснейший сыр с плесенью. Обожаю. Вкуснейшие репешки, сыр, авокадо, надавил себе фрешек, а все это тебе обошлось в пять баксов условно? Это клево. Это вот то, что спасало. Потому что это были темные, грустные выгода. Да, сейчас тоже веселье, согласен, но сейчас можно хотя бы гулять. Да, ты рискуешь получить ракетой по голове, но ты можешь гулять. Что из этого лучше, я не знаю. Потому что ты не можешь гулять, или можешь гулять за водострелом. ХЗ. Как говорится, опишите свои варианты предательства. Но вот вкусная, вкусная, дешевая, качественная еда, это то, что лично меня в Египте во время вода у нас спасало. Я люблю вкусно, хорошо покушать. Недострой. Очередной недострой. Это я уже в город вышел. Я жил на краю города, а это я вышел в город, в город, в город, в город. Монумент независимости. Город Хургада. В целом даже колоритника. Главная мечеть Хургадинская красивая. Красивая, вечером подстричивается очень красиво. Правило номер хрен знает сколько, видите вывеску на русском, не ходите. А если идете, не подавайте виду, что вы понимаете русский. Никогда и ни за что. Потому что будут жестко обсчитывать. Я не знаю, откуда это взвалось, что русский русскоговорящий обсчитывают. Я слышал такую теорию, что русские просто когда отдыхают, они сорят деньгами, потому что тебе называют целом, и ты не будешь торговаться, что я лох, перед пацанами стыдно. Мне говорят какие-то деньги, я умом понимаю, что завышенная цена, но я не буду торговаться с 2 цены, иначе окружающие, пацаны и девочки решат, что я нещедрот, торгуюсь, поэтому вот тебе сиденье и что ты бросишь. Пожалуйста, смотрите, смотрите, какой я щедрый, смотрите, какой я богатый. Я слышал такую теорию. На мой взгляд, это логично, это имеет некий смысл. Я торгуюсь. Я бегу, и я торгуюсь. Всегда. в тех странах где-то и нет. Клёвые штуки, сувенирные фонарики, очень клёвые. Начинаю работу. Магазин все для кальянов. Кальяны. И мы к ним еще вернемся. Судя по отзывам в гугле, магазин максимально обсчитывают. Просто максимально. Главная пешеходная улица Хургады. Станцы. Вот это национальный египтскваз называется Кунафа или Кунафе. Кунафе сладкие такие сладкая лапша медовая и в ней орешки, шоколад, фисташки и всякие ништяки. Стоит то безобразие 600 гривен за килом. Но для сладости это недорого. И они очень легкие. набрал буквально по 4-5 штук каждого вида на 10 баксов выходило это все в сумме и на неделю хватало. Последнее фото перед локдауном. Мы сходили в Косту на 7 марта, а 8 марта позакрывали кафе. Наступил локдаун и длился то и два, то и длился. Тут мне просто понравилось, что на одном кадре три максимально разных мотоцикла. Мотоцикл хипанский, мотоцикл байкерский, мотоцикл обычный. Эта штука называется пустынная роза, ее опускаешь в водичку и она цветет. Не то, что прям цветет, цветет, но расправляется, появляются почечки, листочки, и пахнут прикольно. Пустынное такое растение, механизмы эволюции все. Сладости, сладости. Это прикольная штука, прикольная наркота, я на нее подсел. Это битуинский чай. Битуинский чай это перетертые финики с разными добавками. Перетертые финики с кокосом, перетертые финики с каркаде, с разными штуками, такой порошочек ты ее в водничке растворяешь, получается напиток. Насколько это чаем нет, но это вкусно, прикольно, кисло-сладенькое, очень клево, я понял, что это круто, и потом, когда заканчивалось, набирал по килограммчику за раз, сапоги еще взял, потом его в следующей стране еще пил. Сезон следующих фруктов, это все местные, это все я покупал в местном магазине обычные местные фрукты, это не секция импортных продуктов маркетов, это все уличные, местные фрукты. Закончу отказывать, пойду, чай, поставлю. Фоточки для инстаграма. Внезапный факт, в Египте достаточно много христиан. Египетские христиане называются копты. Я раньше думал, что копты это отдельная национальность, поднациональность сказал, что копты это название для христиан, их там довольно много. Коптские церкви выделяются вот такими оригинальными крестами. Это не мадюгальники, это кресты. Ну, естественно, возле церкви паренек с автоматом за коробочкой. Ты не можешь просто подойти к церкви, забор, там специальный пункт пропуска с рамочкой и с детектором все дела, чтобы терактов не устраивал. В этой кафешке я поорал с подушек. Москва. Это, кстати, мы отмечали продление визы, потому что раз заканчивалась виза, нужно было через 3 дня идти продлевать. И тут локдаун, и на локдаун, блин, забыл, 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 египетское слово для паспортного стола, гаузет. Вот, и на локдаун гаузет тоже закрылся. И мы приезжаем к гаузету, говорим, виза expired, нужно prolongить визу. Алло, ничего не знаем, карантин приходит через месяц. Через месяц мы приехали, гаузет снова закрыт. Ничего не знаем, приходит через месяц. Спустя 3 месяца. Я наконец-то проделал эту визу, и в конце концов я даже получил египетский VNG. Не знаю, видно, не видно камеру. Такой пластиковый документик, заплатил за него дофига денег, отдал кучу документов, он позволяет в египте находиться год. Я там год не находился, как только сняли ограничения открыли границы, я психанул, взял на послезавтра берет в Стамбул и улетел из этой красной страны, потому что 7 месяцев в пустыне это too much for me простите. Возвращаясь к продуктам, ценнички множим на полтора. Это вот когда уже начали снимать ограничения, помните, это прекрасное время, когда после локдаун начало что-то открываться, и мы ходили, радовались магазином, кафе, написано, что для вашего спокойствия световерхности дезинфицируют каждые 2 часа. Не знаю, правда ли нет, не проверял, но египетские сладости это то, что мне за полгода не надоело. Вообще не надоело. Их там куча разных фитов, поэтому я и объединился. к такому морю ты в Египте можешь подойти, если ты не hotel resident, не живешь в отеле, там можно перелезть через забор, там где струйка, если там отеля пока нет, и посмотреть на морюшку. Можно. 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 Еда. Вкусная, здоровая еда. Вот то, чего мне в Украине никогда не хватает, то, что сейчас, 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 да, сейчас круто, сейчас там клубника, черешня, персики, вот это все, но, блин, 3-4 месяца в году, больше через год для источников витаминов, это витамины из аптеки. Просто меня в нашем климате сильно расстраивает. Увы, увы, клубничка, не клубничка, как сейчас помню, стоила доллар. Доллар за килограмм. Хотя, в целом, в общем, сейчас в Харькове, я вот не знаю, кого как, в Харькове клубника стоит 75 гривен за кило, ну да, это не доллар, но под внешний вкус 2,5 доллара. Даже, нет, 2. 2 доллара. Не так уж, я слышал, я слышал легенды про киевскую клубнику за 200, но у нас в Харькове, к счастью, попроще, попроще. это, если вы были или будете в Египте туром, вам обязательно будут это впаривать. Это масло черного тмина. И египтяне говорят, что это от всего. От головы, от жопы, для красоты волос, для лучшего пищеварения, для потенции, от импотенции, для сердца, короче, от всего. И нужно столовую ложку то ли раз в день, то ли два пить и будет тебе счастье. Будете жить сто лет и не дать беду. Я не смог. Оно отвратительное. То есть ты пьешь как прогорклое такое подсолнечное масло. Я в себя, даже понимая, что оно, возможно, действительно очень полезное, очень целебное, дает тебе плюс тысячу здоровья, я не смог это пить. Я попытался, одну ложечку в себя запихнул, понял, что лучше я прожму мне до ста лет, до восьмидесяти. Но, пожалуйста, я в себя это не впихнул. Но в Египте это пиарят везде. Масло черного цмина, пиарят. Вот. Вот декорейшн супермаркета Курбан Байраму. Сейчас Юля очень к нам присоединилась. Сейчас будет про прекрасный праздник. А, я не смогла, если ушла. Сейчас будем про Курбан Байраму. Ничего необычного. А просто бедуин из пустыни прискакал в собермаркет. Это нормальная картина для Египта. Там все еще куча народа живет просто в пустыне. Просто в пустыне, в небольших поселках. Они не бедные. Нет, это богатые люди. Просто им так ок. Им ок, он там живет, он на свой поселок из ста человек царь и бог живет себе в пустыне, торгует верблюдами и дочерями. Да-да-да, и дочерями. А, Египток. Зачем мне могут в город переезжать, нафига вообще? Вот это я сделал хы-хы-хы-с. Это не та фотка, но в общем, там будет фотка. Когда-то позвал одного кота и выскочило 15. Артишок. На Египте впервые пробовал артишоки и оказалось, что если их правильно пожарить, вот к слову тут у нас было в начале эфира, было о еде, которая сам по себе невкусная, правильно приготовить. Артишок сам по себе наверное невкусный, но если его обжарить с солью и специями, то очень вкусная штука, рекомендую. Сезон персиков, возвращаясь к теме египских фруктов. Вот это Красное море в тех местах, где можно к нему перелезть. Через этот забор я перелазил, пока полиция не видит и смотрел на море. Вот это прям вайлд вайлд вест еще в хургане есть улица называется Village Street или Shopping Street. Это километров пять магазинов. Это огромная прямая улица с одной стороны отеля, с другой магазины. Напомню, что это был разгар, это уже разгар поинтов поинтов поингрессу было вот на этой улице, поэтому пять километров туда, пять километров обратно, никого вообще. Тишина, пустота, все закрыто, плюс 45, солнышко жарит. Отели, отели. Да. Я снова включу микрофончик. Прием, прием. Алло, теперь сюда. Ага, наконец-то. Да, привет, говорю. Вот просто из всего сказанного можно уточнить. если дикарем там типа делать нечего, и как ты говоришь, пакетные туры вот эти, отельные тоже типа какая-то какая-то жесть. Ну, то есть получается там вообще делать типа нечего, да, так особо. Я не знаю, зачем приезжать на отдых в Египет. Насчет дикарем, что ты понимаешь под дикарем? Ну, типа, да, как ты, приезжать, просто снимать, просто шариться. Самое с ним подходя, не знаю из всех, где я был. Банально даже в большинстве мест попадут билет на обычный автобус или поезд. Нельзя ехать обычным автобусом или поездом. Жесть. Понятно. Ну, а вот просто я так представляла, как бы, да, Гриша, я не знаю, зачем люди эти пакетные туры, вот, типа, просто дешево море, как оралы. Вот, типа, недалеко вот из этой серии, то есть это если не какие-то там Таиланды. я просто, я не не тюленного отдыха, чтобы валяться на тюлен, пить коктейли и купаться в паре. Не мой тип отдыха. А если хочется именно такого времяпрепровождения, то я думаю, да, Египет, что мне предлагали за компанию горячий тур на неделю в шарм то ли пять тысяч гривен, то ли четыре тысячи гривен. В восемнадцатом году мне предлагали, то есть, то есть, даром. Ну понятно, к сожалению, там природы нету, вот в чем проблема. Может, и каналы есть, а природы нету. Природа там нету. К этому я вернусь только. Нету, вот, дезинфекция. Первая, первая неделя карантина, когда вообще никто не понимал, что происходит, никто не знал, что делать, там дезинфицировали улицы, дезинфицировали, опрыскивали скамейки. Ну, веселуха была, согласитесь. Веселое время. Эх. Ничего не понятно, что происходит, но что происходит? Это я фоточки, просто фоточки под посты, у меня было много мыслей в голове, было много текстов в инстаграм, телегу и фейсбук, но не было под них фото, поэтому под них было. Вот. Это территория, на которую ты, если ты не в Аделе, хер попадешь. Если ты живешь в этом отеле, ты можешь тут прекрасный пляжечек с шарслонгами, с жонтиками, чистый, убранный. Насчет, кстати, морюшка, есть нюансы. Красное море, оно очень богато на что-то, что хочет тебя убить. В Красном море очень много всякой ядовитой фигни. Плюс кораллы, они острые, поэтому в Красном море стоит купаться в тапочках. Ты на месте покупаешь специальные такие резиновые ниндзя-тапочки, купаешься в них, потому что кораллы остренькие, можно им ножку поранить, а еще можно на ежа наступить, а еще тебе может ядовитая медуза ужарить, а еще ты можешь наступить на плавник ядовитой рыбы. Если я как почитал сколько всяких херни в Красном море, которое может тебя убить или просто сделать бобло, да, ну его нафиг. Вот этот пляж, если ты живешь в этом отеле, то ты вот по специальному закрытому переходу переходишь на этот пляж, чтобы твои туристические ноги не касались бренной нетуистической земли. Простите, у меня огромный скепсий на тему пакетного отдыха в Египте, просто огроменный, просто потому, что это не моя атмосфера, поэтому я могу немножко сглобить. Сорян. Чуть-чуть-чуть-чуть. Отельчик, отельчик, фотки в Инстаграм. Начался карантин, локдаун, все позакрывалось, некоторые протесты тут у вас свои товары оставили. Ну и тоже в Египте вот это все какой-то такой юморок, быдловатый, пенка морская, надпись какашка от верблюда, ха-ха, смешно, лол. То есть все какое-то быдловатый, гоповатое, рассчитанное на, простите, мой снобизм, рассчитанное на среднестагистического солянына. Вот если ты из какого-то вот там колхоза червоно-дышва, и тебе кажется, что называть пенку, какашка, это блюдо, это очень смешно, если ты смеешься с шуток дизель-шоу, например, и потребляешь вот такой вот контент, я сейчас дофига сноблю, сейчас снобизм просто вливается на вас с экрана, но, извините, не могу, нет, то тогда Египет для вас. Я там очень много видел такого юморка а-ля 90-е, такого хамства, не хамства, даже не знаю, как это выразить, общается быдло из-под народа, вот там этого много, там даже местные так общаются, и я с удивлением для себя открыл, что на это есть спрос, что внезапно есть люди, которым в этом комфортно, которым в этом приятно, которым вот эти вот наши хипстерские кофейни третьей волны, толерантность, терпимость, ЛГБТ, дог-френд, и все другие страшные слова, это непонятно, страшно, ой ужас, ой ужас, а вот такая атмосфера, она проста, близка, мила и понятна. Пяти минут к снобизму окончен. Шоппинг стрит, шоппинг стрит, фараон дайпель, перекрывали дороги, дезинфицировались, проезжали асфальтомоечные машины и распрызгивали дезинфектор по дорогам. стандартный египетский завтрак, который ты можешь там купить на копеечки, лепешка с авокадо, это стоит не смешных денег, вкусная, здоровая пища. Набережная, набережная, мужик змеи запускает. Делодушные змеи в Египте очень популярны. Вот очень часто я видел на крышах, на пустырях, народ, даже взрослые запускают змеев, а так как в Египте почти всегда думает ветер, это страна чертовых ветров, там ветер, либо ветер с моря, либо ветер с пустыни, либо холодный, либо ветер, ветер есть всегда. Поэтому воздушные змеи там очень в ходу, там это дело любят, многие мастерят из говна и веток, реально я видел змей из мусорных пакетов, каких-то там штапиков, смастеренные, и весело запускают просто лепуха. Вот, это, это, это я рекомендую. Если будете в Египте, не в отеле, вы видите Эль Захрая, такая сеть, сеть магазинов сладостей. Очень рекомендую, очень круто, огромный выбор, низкие цены, очень вкусно, проверено, спросить Мухаммеда. Приходишь, зис, 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 тебя нагружают, пакуют, красиво, в коробочке нагружают ящик этих сладостей, и идешь с ним всем домой, довольный, и не живешь сладостей. Вот как живут простые египтяне. Это наступил июнь, месяц стало можно купаться. Но веселее она бы не стала по лицу видно. Что еще, что еще? Ну вот это некое подобие дикого пляжа, то есть это ты перелазишь через забор, и пока полиция не видит, купаешься. Вот, купался, купался там в тапочках, потому что строительный мусор, стеклышки, такое, да, зайти в тапочках, башки попочить, ок, наверное, среди строительного мусора. Наверное, ок. Мне недавно, кстати, заходила знакомая с забавно грустную историю, она напоминается на пакетный тур в Шарм, но о чем все говорят, и я это скажу, если вы, даже если вы ленивые, берете пакетный тур, я вас не осуждаю, но посмотрите обязательно отель. Когда покупаете пакетный тур, там обычно пишут, в какой отель вас посерят. не полетитесь, зайдите хотя бы на Google и почитайте про этот отель, потому что с моей знакомой это произошло, какой казус. Она взяла пакетный тур, с мамой полетели в Шарм, их поселили в отеле не у моря. У отеля не было своего пляжа, отель был не на первой линии, и им нужно было доплачивать за то, чтобы было просто пляжем, потому что пляж был на территории отеля. Или есть еще такой вариант отель в одной части города, а пляж в другой. И тебе на пляж полчаса-час ехать, и транспорт отеля есть, но он хобби два раза в день. А потом транспорт и сегодня ты пляжа не видишь. То есть там очень-очень-очень много моментов, где тебя могут помахать. Очень много. То есть да, допустим, отель с включенным пляжем, но не указано, что этот пляж только в конце города. Или вообще отель без пляжа. И ты вроде как купил, все включено, но доплачиваешь за пляж, потому что в отеле нет пляжа. Я много таких историй слушал, я чем больше таких слышал, тем меньше понимаю, нахрена, нахрена. При наличии рядом прекрасной Турции. Вот так. Вот так я заходил в морюшко, ножники мочил. Мочил манту. Кстати, вы знаете, что на самом деле можно мучить манту. Красиво. За счет того, что Красное море очень мелкое, вода чистая, достаточно, и нос, но песочек. Виды красивые. Ничто человеческое не чуждо. Девочки фоткаются в Инстаграмчик. Сфоткаю меня, будто я красиво на море стою и хитро развивается по метрам. Деньги. Я просто в какой-то момент от скуки и чтобы мы не устраивали посты фоткал. Слушай, не попадет. Деньги. Иду. Иду. Это на последний месяц хозяйка нам купила блендер. Велочь приятно. Делали смузи. сезон слив. Дата в том, что слив растет. Во. Люблю это фото. Если есть поклонник кальянов, то вытирайте слюнки-деметки. В коробочке 1-2 доллара. Я сейчас скажу странное. После всего, что я наговариваю на Египет, я снова хочу в Египет. Я под конец расскажу, почему. И я точно знаю, что я буду ехать с полупустым закопленным чмоданом, с чем я буду ехать, чтобы нагнести кальянных табаков. Хотя с другой страны, но у нас пачка кальянных табака нормального стоит 120 граммов, то есть 3 3 доллара. Нет, там дешевле, там в любом случае дешевле. Вся эта красотиз чав. Чав, красотиз чав. Суданская роза. Южный Северный Судан, то есть страна, где выращивают суданскую розу, которая в наших краях больше известна как что? Правильно, каркаде. Я, как очень большой фанат каркаде, я так этому радовался, полмешка нагреб, потом ему еще две страны следующие каркаде пил. Когда сезон собирания лепестков суданской розы, на улицах Египта появляются мешки, мешки с лепестками этой розы с каркаде. Ах, мидушка. 100% вам возможно. заработали первые пиццерии. Манго, 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 манго. Манго есть много разных видов. Сейчас я вам покажу. Это закаты, рассветы, рассветы, панасное фото, открыточки, сефиронька. Ладно, к манго вернусь позже. Как обычно, начал мысль на фотке дальше. Хургада. Первая открывшаяся кофейня после Вагедауна. Боги, какое это было счастье. Первая лакоста после закрытого сверху. Да, вот лицо человека, который пережил три месяца кофе. Не ходя по кафе. Да, для меня кафе это важно. Че жизни. Вот что я говорил, когда говорил, что египетские коты максимально суровые. Он смотрит на тебя так, будто он сейчас в лицо вцепится и глаза быстро поет, нос хрызет и уши порвет. Хургада. Хургада. Вот люди змея запускают. Да, как оказалось, что это не пустыня. Это нифига не пустыня, но что это я расскажу фиг позже. посмотрите на это. Страшно, 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 да? Мне было страшно. Арбузи и смузи, фотки, манго, 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 манго. А вот это Египет отельный. До этого был Египет, который Египет, который именно Египет. А это Египет, который видят те, кто прилетает в отели. Это когда уже где-то в июле открылись отели, вы пошли в отель. Ну, то есть пошли в кафе, но кафе как вопец территории отеля. Контрастик цените, да, то, что я показывал до этого и то, что сейчас. Фот для себя, ход для Инстаграма. Для себя, для Инстаграма. Это вот тот самый ларечек, где я покупал фруктики. Вот как сейчас помню, я даже специально в Фейсбоке записывал, вот это все мне обошлось в 10 долларов. Вот вот все, что видите на фото, под тогдашним вкусом это было 25, 26, 250, 260 грн. Вот все. Кораблики, кафешки, кафешки, кафешки. О! К вопросу о отдыхе в Египте. Нет. Я немножко преувеличил. Есть, есть, место, ну блин, туда пакетные туры. Короче, есть поселок Эльгуна. Эльгуна это закрытый туристический поселок. Туда нельзя проехать, если ты там не живешь, или если ты не зарезервировал столик в кафе, поэтому я сделал лайфхак, я просто зарезервировал столик, гулял. Это закрытый, вылизанный, красивый тур-поселок. Туда не возят пакетников, там нет русских туристов, туда в основном летают отдыхать немцы, французы, испанцы. И это самое красивое место, которое я видел в Египте. Да, это полностью тур-локация, там не живут местные, там все, по всей кедомике они все сдаются. Это все, это город-отель. Это город-отель здорового человека. Там нет пакетников, дискотек с белыми розами, или Большевутинского, и всего того, за что любят пакетные туры в Египте. Эль Вуна, запоминайте. Мне даже знакомая я хотела в это будто слетать всю зиму, гуглила цены и говорила, что по цепам там приятно. Не скажу, что копейки, но приятно. Котики все такие же хмурые. Не спрашивайте. Эль Вуна называют Египетской Венецией, потому что там есть каналы. есть каналы, по ним даже катают. Вообще я читал историю, там какой-то всемирно известный гольфист, по-своей степени, с миллионером, решил построить себе ридный курант, решил и построить. Выглядит это все вот так, и согласен намного симпатичнее еще по-голяму. Но, к сожалению, там квартиру по-эрбин-бин не слышу. Там только посуточно по-мокингу. Очень-очень приятное место. Я ездил погулять на день, на полдня даже. Это был такой глоток свежего воздуха. Канальчики. Паста и паста. Я знаю, что переводится с испанского и е на испанском это и, паста и что-то там, я не помню, как переводится баста, но в транслитерации паста и баста звучит забавно. Эль гуна, эль гуна, эль гуна и каналы чистенько, красивенько, много зелени, чистые, бесплатные пляжи, ну, бесплатные, если там живешь, на территории поселка, то тебе вот бесплатные пляжи с лежаками, я взял какие-то вот всякие, всякие, всякие домики на воде, как на мальдивах, это такое на половину на воде, ты можешь спускаться прямо из домика в воду, а здесь совсем-совсем на воде. Эль гуна, это про звонового человека. но, но, сейчас, ложку негка накинул, если жить в ригуне, то питаться только в кафе, продуктовых магазинах, так, чтобы купить продуктиков, наготовить, там такого нету, только кафе. Это неплохо, в целом, но вот, вот такие нюансы, они есть. То есть, если вы рассчитываете, куда полететь и платить только за жилье, обитраться там на кухонь, не готовить, у нас, я знаю, многие так в Крым ездили раньше, в Одессу, плакают только за жилье, покупают, и с тобой везут продукты, особенно меня шагирует история людей, которые повезут, повезут продукты на море, мануально, и готовят. Там такой фокус не пройдет. Там так не работает. Вот, чисто мальдивы. Из курортов, куда, куда, недалеко, недолго, недорого полететь, то, что я советую поставить всем Албания. Албания, офигенно, в Албании тоже есть такая водичка, такие домики, Ксамиль, например, Ирисанда. В Албании дешево, в Албании вкусно, в Албании клевая природа, в Албании очень зелено, в Албании много заключающих местей, очень недвоздушные люди. Ну, да, сезон там, где-то с конца апреля, причем оттемля. В Египте он чуть больше. Чуть-чуть. Но Албания, запомните это слово, Албания, там хорошо. Ергуна. это вилла то ли Анджелины Джоли, то ли кого-то там, там виллы каких-то звезд. Место для фото в Инстаграм, я качаюсь на качельках на воде. Сувенирка, вы видели до этого котов, которые живут в Египте, в Египте, а это коты, которые живут на территории отелей. Зацените разницу. Я повторюсь еще раз, я такого контраста между страной отельной и страной неотельной не видел нигде. Это тоже отельная зона. уже под конец открылась марина с набережной для яхт. Это закрытая зона. Ты не можешь там просто пройти и погулять. Туда идешь, либо если живешь, это отели, это все отели, либо если опять же в кафешку. На входе детектор, досматривают, проверяют, все такое. То есть это не прогулочная набережная, прогулочная набережная показывает до этого. Это тоже приезд. Это тоже отельная зона. Красивые фоточки воды и яхт. Такое счастье было, когда все это открывалось, марина открылась, кафешки открылись, можно было. Если вам было интересно, как в мусульманских странах купаются женщины, то вот. Это купальные паранжа, купальные чадра, а, буркини, вот, это называется буркини. Купальный вариант для расковищения. Зато не сгоришь. На хребет загорай, конечно. И на этом я потихоньку, о, этот, под самый конец, под все в сентябре проявилась, 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 появилась опунция, я так хотел, так надеялся, что я на нее попаду, я попал, это плоды картуса. Называется опунция, на вкус, как яблоко. Манго. Мы помним, что цену нужно на полтора, манго, то есть, вот килограмм манго 35-40 грн. Почем там у нас манго? Я в последний раз брал за сотню штучку, кажется. И она была зеленая, а тут вот 35 грн. килограмм, и вот там больше десятка видов. Это я в очередной отель пошел погулять, погулять, кофе. А это мы поехали на яхте кататься. А рыбок смотреть. Вот честно, я после моих вот этих вот вьетнамов, Таиланда, в Бали было сначала вот сидят, да, погружают на яхту, плывешь, 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 плывешь на яхте, потом тебя возле какого-нибудь такого островка высаживают, и ты там 2-3 часа тусишь, пыскаешься. Сказать, что там какой-то особый богатый подводный мир, не знаю, тут еще я читал потом, что очень-очень как повезет, есть рифы, где богатый подводный мир, есть рифы, где бед, и спря куда тебя повезут, это рулетка, куда тебя повезут, могут повезти к не очень красивому рифу, могут к очень красивому. Рыб много, ну нет, там специальный мужик просто с подкормкой ходит, и рыбу приманивает, чтобы турист на рыбу посмотрел, я как-то, я ожидал большего, и по итогам я разжидывался. Поэтому это мой личный и глубоко спективный эксперимент. Перескариваешься, бегом, снаряда хреновая, трубка, маска, старые, натирают тебе подносы, натирают тебе уши, натирают тебе все, слезают, давят, ну, такое. шведский стол, Фалуда, я вспоминал начало египетское слово, рис с лапшой, рис с лапшой называется фалуда. Ну, можно сделать такие красивые фоточки, валяться на воде. манго, мой любимый вид манго, красный манго, больше всех манго, люблю красный. Лайфхак, запоминайте, дроблю или блин, сыр с плесенью, очень хорошо идет с инжиром, просто офигительно, берете спелый жир, берете сыр с плесенью, коротенько инжира и наслаждаетесь, это реально очень, 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 вот так выглядит чищенный, чищенный кактус. Вот та самая пункция, только уже без шкуки. Хоргана, сумка гениальное египетское изобретение, ты спускаешь из окна ведерко, в ведерке денежка и записка, выходит человек из магазина, читает, что тебе нужно, кладет в ведерко, забирает денежку, дергает звереночку, ты поднимаешь. Египтяне вообще довольно ленивые, ребятки. Жестокое обращение в животное. Кафешки, кафешки, животинки. Прикольно, фото вышло. И на этом по Хургане и по Египту я буду потихоньку закругляться, потому что ничего мало. Покажу кафешки, 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 кафешки. На самом деле это все одна кафешка. Вы видите лицо человека, у которого закончился логаун. Магазинные фоточки. Личи. Я не думал, что в Египте растут личи. Я обожаю личи. Оказывается, в Египте растут в том числе и личи среди всех прекрасных фруктов. Гуляя улицами Хурганы. Это все отели. Отел, 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 отел. А это не отели. Отели и не отели. А это я обмывал второе продление визы уже с карточкой. Так вот, пришло время рассказать вам после того, что я наговорил про Египет, почему я снова хочу в Египет. Я хочу в Египет нетуристический. Я хочу в Каир, потому что на пирамиды не попал локдаун. Я хочу в Луксор, который выше подчинил. Я хочу в Абу-Симбол, город, про который вы наверняка не слышали, там, где снималась мумия, где храм, когда раз в год внутрь попадают лучи солнца, освещают двадцатиметровую статую фараона. Вот туда я хочу. Но есть нюанс. Бикарем с Мастейкой, а ты туда не подъедешь. Ты все равно нужно тебе в Каире покупать тур. Либо на круизный поезд. То есть, что вы круизный поезд. Поезд, который катают через туристов, ты покупаешь билет, все включено, ты там живешь, ночуешь, ешь, и из окна наблюдаешь, когда выходишь с мощи. Либо попадаешь в тур. Но я все равно хочу, потому что там есть интересные места. Та же долина Форей, в Боксоре, город мертвых, это долина, где гробница нефертистов, нефертади, рамзе, со второго, третьего, десятого, огромная территория. Правда, вход в каждую гробницу платный. И чем более медийный царь, чем больше его имя на слуху, твистов, тем больше денег стоит в ход в гробницу. Я кто-то прикидывал, чтобы посетить все гробницы, нужно где-то две тысячи долларов. Но можно хотя бы парочку уже хорошо. А почему я вспомнил на этой фотке? Потому что на этой фотке соль из оазиса Сива. Оазис Сива это такая месцилка на границе с Ливией. Почти в зоне военных действий. Но там соляные пустыни посреди двадцатнежных полей соли такие маленькие колодцы озера с голубой водой. У меня просто знакомая вода ездила, но она ездила как? У нее муж египтянин. Поэтому они сели в машину и поехали. Их никто нигде не задерживал. А если ты турист, иностранец, у тебя нету мужа египтянина, то чуть проблематичнее. Но тоже можно. Можно. Курбан-байрам веселый праздник. Красная ленточка на шее барашка символизирует перерезание горла этого барашка на Курбан-байрам. Такие веселые детские игрушки на веселый праздник Курбан-байрам. А, я думал, что все, нет, не все, не все, не все, а это голубь. Национальное египетское блюдо голубь. Фальшированный рисом. Вкусно, но мало. Такая пиндюрка с ладошкой, что-то мясо на пинзу. Чтобы реально ест, нужно три-четыре-пять голубей брать, там специально разводят. Это не уличные голуби, которых выловили с очком. Это специально разведенные мясные голуби, которые запекают и подают вкусненько. Не скажу, что самое вкусное мясо в моей жизни до вкусненько. Чай. Чай, чай. Чай. Пошел в магазин, купил чай. Веселый праздник в Бандейран. Украшения. Вот здесь продавались барашки перед праздником на жертвоприношение, а после жертвоприношения продаются барашки только немножко в другом виде. Слева висят. Хороший праздник душа. Внезапно. Консервация. Консервация. ВВО, так сказать. Выборы, выборы кандидатов египтяну. Как раз была неделя выборов и месяц выборов. Все было навешано кандидатами. Ну, все как у людей. Обещаю, все хорошее против всего плохого. Вот. Фоточки для инстаграма француз. И те самые лафатки для фронта. А что ж такое? Еще не все. Финики. Вы знали, что финики можно есть сырыми? Я вот до Египта не знал. Я думал, что финики можно есть сушеные. Оказывается, финики можно есть в естественном виде. Вот тут финики. Они бывают белые, бывают красные, бывают желтые. Куча сортов. И они вкусненькие. Похожи на грушу. По вкусу на грушу. Красненькие такое, красненькие с горчинкой, а желтые как твердая, какая-то зеленоватая, сладкая груша. Мне понравилось. Я думал, что их может только сушеные, а финики можно же вот так. Вот я буду заканчивать. Я последнее фото из Хургада. Я думал, что пустыня оказалась не пустыня, а стройка. Просто дома, недостроенные дома заливали песком. Построили первый этаж домов, деньги закончились. Потому что вот со стороны моря там барханы, а потом я решил пофоткаться, типа смотрите, я в пустыне, поднялся на бархан, а там въезд на парковку. И я понял, что это не барханы, а дома, которые за 10 лет завел песком. Это немножко жутенько. То есть вот пустынь, пустынь, как пустынь, да? А тут домочки. Вот отсюда даже не скажешь, что это стройка, а это стройка. Все, это перед самым вылетом, что просто я уже получал это ВНЖ, тут она не того, чтобы вылететь без штрафа, чтобы меня могли не штрафовали за посрочную на полгода визу. Я получил документик и сказал вот этим прекрасным котам этой прекрасной стране и сказал пока-пока, пока-пока, поехал в Стамбул, вышел на берегу и заплакал, потому что после Египта вот. Итог по Египту. Какая гадость хочу еще, но не на побережье, вот, именно на исторические места, исторические там есть, и мне эта культура в целом интересна. Да, там есть сложность, да, никарем там никак, да, там только прилетать и брать туру, да. Ну, а я хочу на это посмотреть, я хочу посмотреть на закат над пирамидами, у нас, блин, даже был отель заброненный на сентябрь, на пирамиды, но локдаун, все дела. Вот, вот, если есть какие-то вопросы, пожелания, поправочки по прекрасной стране, Египету можете мне это сказать, я могу даже ответить, никто еще? Никто еще? Вообще, спасибо, было круто, ты всегда здорово рассказываешь, прошлый раз, когда я, опять же, про Египет слушала, было несколько больше про Александрию, и как будто немного другая эмоция была. Может быть. Ну, да. У меня просто с Египет, мне про Египет сложно рассказывать какой-то одной эмоции, потому что там были позитивные моменты, дешевейшая, вкусная еда, фрукты, продукты, колорит, да, своеобразный, да, местами стрёмненько, местами опасненько, но он есть. Но там был локдаун, там был этот контраст между отельной частью и неотельной, была невозможность пройти к морю, меня на дико весил, гуляешь вдоль моря, а к морю нельзя. Возможно, прошлый раз рассказывал про Египет, у меня просто настроение другое было, мне сложно назвать Египет к страну, к которой я плохо отношусь. Нет. Там есть вещи, которые мне понравились, единственное, чего я не понимаю, да, умом не понимаю, это пакетные отдыхи в Египте, просто потому, что это не мой фантаст. Я знаю, что есть люди, которых это приятное, не мой формат. Как-то так. Ну, да, и в принципе, да, ты очень много полезной и интересной информации дал, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не понимаю, я рядом с Катяем еще поговорю, есть же Турция, куда тоже есть пакетная Тура, но по-моему, она приятнее. Простите, я фанат. Ничего, лично. Я тоже слушал и помню. И да, ты заразил прямо этим фанатизом. Спасибо.